Здорово, земные! Нихуя не успеваю! Сейчас мы быстренько что-нибудь съедаем из вчерашнего стола. Хашек и картоха. И срочно валим с другой горки. Хороший день дома. Когда ты более-менее адекватный блохер, у тебя сборка куда-то выехать, просто пиздец. Итак, у нас там мультиварка, протеин, на всякий случай. Форма, где, чтобы качаться. Ноутбук, всякая аппаратура, микрофончики, свет бла-бла-бла. Здесь у нас еще шмотки, штативы. Это я на один, на два дня только. Кто не в курсе, я живу в Беларуси. Родился здесь, собственно. Жил где-то до 22. Вроде бы, честно, я уже даже не помню. Потом улетел в Китай, а после Китая переехал в Россию. Там, собственно, начало всему и путь. Стриптизера, тиктокера и начало всей медленной деятельности. Вы когда рождаетесь в каком-то городе, в СНГ, либо еще где-то, вы постоянно думаете, что бля, вот я живу в Зажопинске, что тут делать, жизнь и боль, ничего не получится. Я уехал учиться в соседний город Могилев, потом я улетел в Китай, после Китая улетел в Россию. В России, собственно, начался мой путь медийный по тренерству, стриптизерству и так далее. Я к тому это веду, что я раньше ненавидел Беларусь, не любил Чериков, где я живу, собственно, сейчас. А по прошествии всех приключений в моей жизни я прям привык, мне нравится. Везде есть свои плюсы и свои минусы. Вот живя в Черикове, там все тихо, спокойно, очень дешево. Плюс Беларусь довольно-таки недорогая страна, учитывая, если ты можешь зарабатывать из страны вообще огонь, особенно по курсу, если, блядь, у нас курс растет каждый, блядь, месяц. Почему бы не зарабатывать в других странах, а жить в Беларуси? Я считаю, это пиздотый вариант. Плюс природа, хотя я и не люблю. До соседнего города, блин, небольшого, до областного, ехать где-то около минут сорока, ну максимум в час. И после Москвы, когда ты просто, блядь, с одной части Москвы ездишь в другую часть Москвы два часа, для тебя поездка в другой город кажется совсем прямым делом. Я первое время, когда приехал из Москвы, так удивлялся, типа, бля, это получается. Мне быстрее доехать в соседний город, чем в другой район Москвы. Здорово, дима. Да ладно, я че? Пойдет все нахуй на YouTube. Да, вторую. Короче, куда мы приехали? В Oxygen Gym? Да, Oxygen Gym. Сегодня будем качать руки. Так, у нас очередные 12 утра, я сегодня спал, наверное, часа 3, лег в 4, встал в 7, по обстоятельствам, я готовил сегодня картофу. Хочешь покажу? Ходи, покажу. Короче, блядь, не было контейнеров, я жил на квартире, и получается так, что, блядь, забыл контейнеры, готовил картофу. Это позавтракал, а там дохуище осталось. Времени не было, пришлось сворачиваться, я, короче, прям в мультиварке ее оставил. Пахнет на весь комар, нахуй, блядь. Оба. Картофу. Ладно, поржали и хватит. Пошли качать. Руки, сил, блядь, вообще, нихуя нету, потому что не спал, надеюсь, я не сдохну. Все болит просто, пиздец. Но, я верю в то, что я буду большим и сочинным. Как думаешь, с чего нужно начинать тренировку бицепса и тридцепса? Правильно, с подтягиванием. Скажешь, Макс, ты заебал, ты кажешь, тренировку начнешь с подтягиванием. Но, с ней не работаю, или что сделать? Первый подход к подтягиванию прям такой болючий. Все болит, просто все болит. А уже второй, третий начинают повеселее. Я думаю, все-таки как-то надо слезть с этой наркоманской темы перестать убиваться в налина. Дать организму отдохнуть. блять. Ну, отдых нам только снится. Так что, я думаю, первое, так что, думаю, пока мы что-нибудь не оторвется, я не закончу этим заниматься. Так. Две минуты отдых и погнали дальше. Пять подходов оттягивания в отказе. Просто сейчас вешу 120 и подтягиваюсь где-то 12-15 раз. Ну, 12 до разминки больше не делаю. Вот только скину я до сотки. Когда-нибудь, я надеюсь, я начну сушиться, чтобы показать вам, мать его, рельеф, блять. Я буду подтягиваться на 20-30-ых точно. Я помню рекорд, у меня вышло под 40. Просматривая длинные ролики на YouTube, которые сейчас начнут делать, я заметил один косяк у себя. Я начинаю съедать слова. Надо прям, когда я говорю, шире, блять, открывать рот, чтобы вы меня лучше слышали и понимали. И это тоже касается жизни, потому что прям я съедаю слова. Говорю, что-то там себе вугню, и хуй, что понятно, что там сказал. YouTube меня воспитывает. Еще нужно научиться делать цветоколлекцию. Блять, постоянно что-то какая-то смазанная картинка, не сочная. Я не знаю, в чем разница, но возможно в этом есть смысл. Знаете, когда подтягиваться прям начинаешь с лопаток, ты такой повис, сначала так лопатки опустил, а потом тянешься. Вроде как даже по-другому спина ощущается. И у меня бывает бизики заходят, я начинаю делать вот именно так. Потом два-три дня проходят, я забываю, делаю как обычно. Но по идее, когда ты начинаешь вот эту тягу с лопаток, со спины, спина получается лучше. Хотя еще бывает второй тип подтягивания, когда ты как-то дикий, бешеный, подбрасываешь себе вверх и максимально сокращаешь. Тоже хорошо, потому что, в принципе, если делать ровно и красиво, прям до самого конца прожать сложно. Струбы разные варианты. Недавно в ТикТоке был тренд про мед и соль. Меня так, сука, это подогрело, мать его, я миллион раз говорил, просто берешь любой углевод, например, там сок, чай с сахаром, мальтодекстрина, мелопектин, гвизировку голу, фанту, господи, любой углеводный напиток солью, он будет, естественно, тебя пампить. Соль пампит, углеводы пампят, ты более продуктивен, лучше чувствуешь себя во время тренировки. Мать его, кто-то написал про мед, сразу же такие, о-о-о, магическая какая-то, блядь, алхимия. Мать его, это тоже самое, только мед хуже. Почему хуже? Объясняю. Есть глюкоза, есть фруктоза. Глюкоза у нас пользуется мышцами, фруктоза у нас мышцами не используется. Фруктоза даже сахар в крови не поднимает. Собственно, не увеличивает твое восстановление во время тренировки. Поэтому мед наполовину менее продуктивен, чем та же самая обычная газировка. Плюс он чуть медленнее усваивается. Поэтому не ебить голову, жарите обычный сахар, а лучше какой-нибудь амбилотексим, и будет вам счастье. Когда я, мать его, 50 раз говорю углеводы и соль, и ты какой-то там один хуй сказал про мед, сразу взрыв, и то, что я 50 раз объяснял, уже никто не помнит. Так, не забывать открывать рот шире. Сейчас будет основная часть тренировки. 10 подходов на тринцерс, 10 подходов на бицепс. Попробуем что-нибудь поднять побольше, чем 120 либо 130 в отбив. У меня в последних пару тренировок прям начинает заходить тренироваться в отбив. Сейчас покажу, что имею в виду. После того, как начал брать огромнейшие веса, начинают болеть локти. Часто мне сделать непонятно. Нашел небольшой выход. Собственно, не разгибаю руки до конца. Прям работаю вот такой вот амплитуде. Прям довожу до сюда и в отбивку от корпуса закидываю обратно. Частично? Да, частично. Но зато у меня нет переразгибания, у меня меньше работают предклечья и прям локти хоть там хоть не болят. Плюс с ровным грифом больнее делать локтям. Вот с таким кривым не так больно. С гантелями то же самое. Если выкручивать, прям болит. Если делать молоками, нормально. Жить можно. И замечаю такую фишку, что когда начинает болеть локоть, я не могу поднять вес большой. Такое ощущение, как будто организм сам, знаешь, тебя отщекает. Типа, хуй тебе небольшой вес, еще травмируешься. Организм не дурак. Да, я думаю, можно 140 ебнуть. Бля, что у меня так жим на сиську не растет, как на трицепс? Не обудить сиськи, так будет трицепс. Хороший. Кстати, это уже третья неделя после того, как у меня восстанавливается ЖКТ. Меня же первую неделю так дико запампило, что у меня поясница болела, плечи закистялись, что бы я не делал, 6 повторений, все, раздувать так, что мама не горю. Вот, наверное, сегодня одна из первых тренировок, где меня прям попустило. Делаю любое упражнение, там, бицепс, даже ноги качал, и спина не забивается, плечи не забиваются, прям вошел в режим. Организм адаптируется ко всему, что ты делаешь, к внешним условиям. И это хорошо, одновременно, и плохо. Если бы не было адаптации, ты бы, наверное, сдох. Плохо, когда ты садишься на дефицит, и у тебя со временем вес меньше начинает падать. Это все из-за адаптации. Есть свои минусы и плюсы. В данном случае адаптация играет хорошую роль. Сначала мне было плохо, организм привык, слил немножко лишней воды, и все стало хорошо. Я могу нормально тренироваться. Спасибо ему за это. Что, базу мы закончили? Пошли делать изоляцию. Не знаю, у меня есть небольшой фетиш. Я каждую тренировку телепс делаю по-разному. Один день могу прямо на уклоне бомбить его, как большинство. А один бывает, прям снулись ровно и завожу чуть-чуть назад локти. Прям прожигает намного лучше. Я не могу сказать, что прям ощущение очень кардинально влияет на ваш рост мяса. Но я люблю чувствовать. Прям когда я чередую, один день в наклоне, второй день ровно, я чувствую каждый раз. А если делаю одно и то же, приедается. Поэтому считаю, что чередовать лучше. Но это чисто мое субъективное мнение. Я, как я раньше говорил, повторюсь еще разок, когда делаешь в тренажере бицепс в боре. Прям берешься не полным, не хватом, не закрытым, а открытым и упираешься вот сюда. Таким образом, ты снимаешь нагрузку с предплечья, снимаешь нагрузку с локтя чутка и прям чувствуешь намного лучше. Я по сравнению с тобой жрубач, нахуй. Я во штаны снимать не буду, нахуй. Никогда не любил это упражнение, а ты спрашиваешь, нахер, а ты его делаешь? Это просто прикольно. Я его очень редко делаю, но для разнообразия я часто такой, а вдруг вкатит? Почему бы не попробовать? Это то же самое, что и в сексе. Надоедает делать все одно и то же. Давай и поизвращаемся. Попробовали? Ну, вроде бы прикольно, но нам и нахуй. Вот это то же самое. А вот это извращение мне очень нравится. Во-первых, тут ничего никогда не болит. Делаешь всегда на расслабоне, нагрузки на локтя, как таковой. Нет ничего нигде, не трещит, не тянется. Плюс здесь почти нельзя сделать читинг, и отказ очень так плавно наступает. Не то, что так резко умираешь, а ты каждое повторение все хуже, хуже, хуже делаешь. Больше и больше появляется частичная апплитуда. Мне оно нравится своей безболезненностью. Плюс я люблю делать все под разными углами. У меня получается бицепс снизу, потом у меня перед собой какой-нибудь смит, например, и кверху из-за головы. Три угла. С трицепсом то же самое. Вниз, перед собой и за головой. Все-таки ты чувствуешь руки по-разному. Напряги бицепс вот так, подними его сюда, напряги его так же. Ты будешь чувствовать напряжение бицепса по-разному. С трицепсом то же самое. Напряги его вот так, отведи назад. Напряжение чувствуется тоже по-разному. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 и потом после например после того как ты резко начинаешь сушиться у тебя за счет более быстрой обменки идет более быстрая сушка, когда у тебя обменка просто пиздец ядерная ты резко обваливаешь калорийность там в ноль буквально на неделю не больше потому что больше мяса проебешь и будешь в принципе неплохо продуктивно сушиться натуралом такой хуйней лучше не заниматься